Сегодня вместе с вами мы сделаем фортепианную аранжировку. Мы разберем все элементы, которые нужны при создании аранжировки, и как эти элементы склеить вместе, чтобы получилось фортепианное переложение в том стиле, в котором это делаю я. Итак, всем привет! Вы на фортепианном канале у Славы Маковского. У нас тут фортепианные переложения, фортепианные аранжировки красивых песен, красивых мелодий. У нас бывает прямой эфир, поэтому если вам нравится фортепианная музыка и нравится мое творчество, буду очень рад, если вы поставите лайк на это видео и подпишитесь на мой канал. Когда я готовился к этому видео, я думал взять какую-нибудь простенькую мелодию и сделать из нее фортепианное переложение вместе с вами в этом видео. Но потом я подумал, что если взять что-нибудь типа в опале березонька стояла, то наверняка это будет скучно и неинтересно. И поэтому я решил взять более сложную и более интересную мелодию, которую, кстати, я сам недавно сыграл у себя на канале. Мелодия называется «Вальс» из кинофильма «Ирония судьбы» композитора Микаэла Теревердеева. Итак, ключевыми элементами любой аранжировки являются, конечно же, мелодия, которую мы хотим сыграть, гармония, под которую мы будем играть нашу мелодию, аккомпанемент, который, собственно, определяет характер произведения, бас, басовая линия тоже очень важна, и какие-то украшения, чтобы наша аранжировка не звучала очень примитивно. Ну, давайте скажем, что мы с вами уже подобрали эту мелодию, и сейчас мы просто ее сыграем на фортепиано. Субтитры создавал DimaTorzok Я должен заметить, что подбор и аранжировка – это две разные вещи, и я обязательно сниму серию видео, в которых я расскажу, как подбирать мелодии, как подбирать аккорды и как находить гармонии. Ну, а сегодня мы говорим про аранжировки, поэтому мы скажем, что все ключевые компоненты для нашей мелодии мы уже нашли, и нам остается только совместить их все вместе, чтобы у нас получилась красивая фортепианная аранжировка. Что нам нужно знать, когда мы играем мелодию? В первую очередь ее нужно сыграть уверенно, положить руку на клавиатуру и сыграть ее от начала до конца, без остановки, без заиканий, без припинаний. Потому что это самый первый элемент, все остальные элементы к нему будут привязаны, дальше будет сложнее, поэтому нам нужно сыграть от начала до конца нашу мелодию. Пока мы ее не сыграли уверенно и без остановок, дальше двигаться не нужно. С мелодией нашей мы еще не закончили, но пока что мы ее отложим, будем играть так, как есть. А разбираться сейчас мы будем с гармонией. И сейчас мы сыграем это вместе, аккорды и мелодию. Аккорды у нас будут основные трезвучия по той гармонии, которую мы подобрали. Аккорды у нас будут заверна. Ну, вроде с мелодией разобрались, с аккордами тоже разобрались. Сейчас займемся аккомпанементом. Аккомпанемент у нас тоже в левой руке, правая рука остается без изменений. Наша мелодия это вальс. И сейчас мы с вами разберемся, как из наших аккордов, которые мы подобрали, сыграть аккомпанемент вальс. Вальс это три четверти, значит раз, два, три, раз, два, три. На самом деле все очень просто. На раз мы играем нижнюю ноту нашего аккорда, она также называется бас. А на два, три мы играем то, что осталось от этого тридезвучия. Два и три. Получается раз, два, три, раз, два, три. Все очень просто. Несколько слов про аккомпанемент. Я стараюсь свой аккомпанемент сделать с такого общего профиля, чтобы он мог подойти и к любым другим произведениям. Например, в данной ситуации у нас вальс, раз, два, три. Очень похожий аккомпанемент я использую практически во всех своих других вальсах. Например. У нас то же самое раз, два, три, раз, два, три. Или другой пример вальса. Тот же самый раз, два, три. Тот же самый бас на раз. И два, три у нас две оставшиеся ноты из аккорда. Ну, давайте вернемся к нашему вальсу из Иронии Судьбы. И сыграем его с тем аккомпанементом вальса, про который мы только что говорили. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, у нас уже вырисовывается некий костяк аранжировки. Я напоминаю, что в правой руке мы сыграли пока что только мелодию. В левой руке мы нашли аккорды и гармонию. И на основе этих аккордов и гармонии мы сыграли наш аккомпанемент. Ключевой момент, мы все играли медленно, спокойно и очень уверенно. Мы продолжаем работать над нашим аккомпанементом, над левой рукой и вносим еще два изменения. Первое изменение касается басовой ноты. Мы ее опускаем на октаву вниз. Это придаст более фактурное и интересное звучание. То есть, если было у нас вот так. То мы возьмем нашу басовую ноту и опустим ее на октаву вниз. Получится вот так. Второе изменение как раз таки касается второй и третьей доли нашего аккомпанемента. На второй и третьей доли, как вы помните, там у нас интервал. Если первая доля у нас бас, то вторая и третья доли у нас интервал. В данном случае мы с вами играли большую терцию. Соль и си. Вместо этого мы разрешим второй и третьей доли быть любым интервалом в пределах гармонии. Сейчас я объясню. Если гармония у нас ми минор. То на два и на три мы можем играть любые ноты, которые присутствуют в ми миноре. То есть ми, соль или си. Итак, бас у нас остается ми. На два и на три мы можем играть либо так. Либо так. Либо даже вот так. Зачем мы делаем эти изменения? Ну ладно, взяли и опустили бас на октаву вниз. Стала фактура более интересная. Звучат стало немного более богато. Но зачем же нам, как говорится, заморачиваться со второй и третьей долей? Зачем нам там менять интервал на что-то другое? Причин на это на самом деле несколько. Первая причина это удобство исполнения. Мы опустили с вами бас на октаву вниз. Темп у нас вальс. Значит быстрый темп. Прыгать с нижних регистров до верхних регистров не всегда удобно. Поэтому иногда есть смысл заменить эти две ноты на чуть-чуть более близкие. Вот эту или даже может быть вот эту. Чтобы прыжок был не такой быстрый. Возможно это изменит немного звучание. Но для удобства игры может быть есть смысл чем-то пожертвовать. Вторая причина более банальна. Хочется немножко разнообразить аккомпанемент. Чтобы не всегда одна и та же гармония звучала одинаково. Ну что ж, давайте посмотрим, что же у нас получилось. Субтитры делал DimaTorzok Если вы думаете, что мы закончили работать с левой рукой и аккомпанементом, то вы ошибаетесь. Нас ждут еще два небольших изменения. На этот раз мы сфокусируемся на линии баса. Если внимательно послушать произведение в оригинале, то мы услышим, что линия баса в начале идет вот так. Вместе с мелодией правой руки это звучит приблизительно вот так. Давайте разберемся, как нам нашу новую басовую линию ми-фа-ди-соль совместить с нашей гармонией. Ми-минор, си-мажор и ми-минор. На самом деле все очень просто. Первый такт вообще ничего не надо менять, потому что у нас и так в басу уже есть нота ми, там она и остается. На втором такте у нас нота фа-диез. Фа-диез присутствует в си-мажорном трезвучии. Вот она у нас тут, на пятой ступени. Поэтому все тоже достаточно просто. Играем фа-диез вместо ноты си, которая должна была быть басовой нотой в си-мажоре. Но так как бас у нас изменился, теперь у нас там фа-диез, просто играем фа-диез. То же самое в третьем такте. Третий такт ми-минор, а в басу нота соль. Нота соль присутствует в ми-минорном трезвучии на третьей ступени. Опять же, вместо ноты ми, которая должна была быть здесь в басу, играем ноту соль. Все остальное остается без изменений. Вот как это будет звучать. Давайте начнем с левой руки. Первый такт, второй такт и третий такт. Вместе с мелодией в правой руке звучать будет вот так. Замечательно. У нас осталось еще одно изменение в левой руке, в басу, после чего мы перейдем работать над правой рукой. Какое же это изменение? Если в нашей песне одна и та же гармония длится дольше, чем один такт, то есть дольше, чем раз, два, три, то каждый последующий такт мы будем изменять ноту басу. На какую ноту мы будем изменять ноту в басу? На любую ноту, которая есть в нашем трезвучии. Если это ми-минор, то бас у нас может быть либо ми, либо соль, либо си. В большинстве случаев нота в басу меняется от первой ступени на пятую ступень и обратно на первую ступень. И так чередуется. Но никто нам не мешает построить бас на третьей ступени, а потом на пятой ступени, если та же самая гармония длится больше, чем два такта. То есть первый такт будет ми, второй такт будет соль, третий такт будет си. Или любая другая комбинация. Например. Или вот так. Итак, мы передвинули бас на октаву вниз. На вторую и третью доли мы сказали, что мы можем играть любые ноты, которые присутствуют в нашей гармонии. После чего мы поработали с басом и выстроили басовую линию, так как она звучит в оригинальном произведении. После чего мы еще более разукрасили бас и сказали, что если гармония длится более, чем один такт, нота в басу тоже будет меняться. Итак, что же из всего этого получилось? Давайте сыграем и послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На самом деле у нас уже получилась достаточно неплохая аранжировка. Давайте забежим немного вперед, добавим педали, о которой мы тоже поговорим чуть-чуть попозже, и темп. Ничего другого менять не будем, просто сыграем и послушаем, что же у нас получилось. Как вы уже, наверное, заметили, наша аранжировка получается достаточно модулярной. Мы сыграли мелодию в правой руке, мы добавили к ней аккомпанемент в левой руке, и сыграли мы это уверенно, без ошибок, от начала и до конца. И в принципе здесь уже можно было бы остановиться и, как говорится, оттачивать то, что есть. Но мы будем с вами продолжать и работать над этой аранжировкой, добавляя все разные элементы и в правую руку, и в левую руку. Когда нужно остановиться, это вопрос очень индивидуальный. Собственно, все зависит от уровня исполнителя и насколько он чувствует себя комфортабельно со всеми изменениями, которые мы добавляем в аранжировку. Но опять же, так как аранжировка модулярная, можно остановиться в любой момент. Конечно, в самой аранжировке есть дополнительные элементы, есть вступление, есть завершение, то есть нам нужна цельность произведения, нужно его красиво начать и красиво закончить. Напишите мне в комментариях, если вы хотите увидеть видео о том, как я работаю с этими дополнительными элементами аранжировок. А также дайте мне знать, если у вас есть какие-то техники или приемы аранжировок, которыми пользуетесь вы. Я с большим удовольствием почитаю, может быть, чему-то научусь, а может быть, что-то смогу и посоветовать. Вы наверняка заметили, что все изменения, про которые я говорил, носят такой обобщенный характер. Например, перенос ноты, басовой ноты на октаву вниз мы делаем по возможности. Если есть возможность, мы перенесем ее на октаву вниз. Если возможности нет или по каким-то причинам не хочется переносить ее на октаву вниз или забыли сыграть ее на октаву вниз, ничего страшного не произойдет, можно ее играть и на своем оригинальном месте. То же самое со второй и с третьей долей. Мы можем играть в принципе любые ноты, которые совпадают с нашей гармонией. И это именно то, что отличает аранжировку от игры по нотам. Каждый раз в ней будут добавляться какие-то новые элементы, каждый раз она будет звучать немножко иначе. Это то же самое, как художник не сможет нарисовать одну и ту же картину дважды абсолютно одинаково, точно так же и аранжировка не будет звучать дважды одинаково. В ней каждый раз будут присутствовать какие-то новые элементы. И собственно ничего плохого в этом нет. То же самое относится к следующему приему, на этот раз в правой руке. Этот прием достаточно сложный, но очень практичный и очень универсальный. Я пользуюсь им в каждой своей аранжировке. Чтобы воспользоваться этим приемом, нужно разобраться в гармонии и в обращении аккордов. Итак, что же это за прием? Этот прием заключается в том, чтобы на сильную долю в правой руке играть ту гармонию, которая звучит в песне. Давайте разберемся, как это работает и зачем нам нужно знать обращение аккордов. Вернемся к нашей мелодии. Мелодия всегда звучит в верхнем голосе. Ничего выше мелодии мы играть не будем. Все, что мы будем играть, все будет ниже нашей мелодии. Теперь к нашей мелодии давайте вспомним гармонию. У нас ми минор, си мажор и ми минор. Давайте повторим. Значит, в этом конкретном случае у нас на каждую первую долю меняется гармония. В первом такте это ми минор, во втором такте это си мажор и в третьем такте опять ми минор. Давайте теперь эту гармонию перенесем в правую руку. Ну, в первом такте все очень просто. Мелодия у нас идет нота си, гармония у нас ми минор, поэтому мы добавим с вами две ноты ми и соль и получится ми минор. Я еще раз напоминаю, что мелодия всегда вверху. Мы ничего не можем играть выше мелодии, потому что иначе у нас изменится мелодия. Линия мелодии всегда вверху. Что за происходит во втором такте? Во втором такте в мелодии опять же си, но гармония у нас си мажор. Поэтому мы не сможем с вами сыграть си мажорный аккорд в правой руке, потому что вверху будет фа диез. А нам нужно, чтобы вверху было си. Давайте послушаем еще раз мелодию. В первый раз у нас просто ми минорное трезвучие. А во втором такте у нас обращение. Потому что си мажор, вверху, чтобы был си, мы его играем именно так. Поэтому получается вот так. Ну, похоже, что мы с вами движемся в правильном направлении. Давайте подумаем, что происходит в третьем такте. Там немножечко все иначе. Давайте вспомним еще раз мелодию. В третьем такте на сильную долю у нас нота до. а в гармонии у нас ми минор. И вот теперь задача. Как же мы совместим ноту до с нашей гармонией ми минор, в которой ноты до нет? Ответ на это достаточно простой. Ничего совмещать не надо. Мы продолжаем играть на сильную долю гармонию, которая у нас есть в песне. В данном случае ми минор. А нота до она в мелодии. И она сама по себе, а гармония сама по себе. Поэтому мы ноту до оставляем, играем ее вверху как есть. А аккорд, чтобы восполнить, мы играем две ноты из ми минора. То есть ми и соль. И вот что у нас получается. Несмотря на то, что мы сыграли ми и соль, а в мелодии у нас была нота до, у нас получился, грубо говоря, до мажорный аккорд. Обращение до мажора. До мажор у нас тут. Обращение до мажора получается так. И это то, что у нас получилось. Но это не играет никакой роли. Ноты ми и соль относятся к ми минору. В левой руке у нас бас в ми миноре. А мелодия прошла через ноту до и разрешилась, как говорят, в ноту си. И вот мы пришли к прекрасному ми минорному звучанию. Давайте теперь сыграем эти три такта вместе и послушаем, что же у нас получилось. Давайте разберем наш отрывок до конца с учетом того, что правая рука будет играть и мелодию, и гармонию на первую долю. Первые три такта мы с вами уже разобрали. Продолжим дальше. И чтобы никого не запутать, я в левой руке буду играть бас той гармонии, которая у нас должна звучать. А в правой руке вместе с мелодией я буду играть ноты, которые нам нужны, чтобы сделать эту гармонию. Мы с вами пройдем поэтому медленно, и я буду объяснять, почему мы берем те или иные ноты. Итак, первые три такта достаточно простые. У нас ми минор с нотой си вверху в мелодии. Си мажор, обращение и опять ми минор. Дальше у нас ля минор, нота до вверху, поэтому очень легко добавляем ми и ля, получается ля минорное трезвучие. Ре мажор, фа диез и ля. Могут некоторые спросить, почему не ре и фа диез. Можно и так, но играть в быстром темпе будет неудобно, поэтому фа диез и ля, на мой взгляд, сюда подходят лучше, но если удобнее играть ре и фа диез, пожалуйста, ошибки никакой, будет звучать тоже прекрасно. Еще раз ля минор, ре мажор, фа диез и ля, да, и соль мажор, си вверху, поэтому у нас соль мажорное обращение. Дальше ля минор, с нотой ля вверху в мелодии, си мажор, ре диез и фа диез, опять же, мелодия играет сама по себе, и ми минор. Несмотря на то, что в мелодии у нас такой красивый ход, эта гармония у нас ми минорная, поэтому мы играем си и ми в правой руке дополнительно к мелодии. Дальше, ля минор с нотой ми вверху в мелодии, очень просто. Ре мажор, ре фа диез, дает нам прекрасный ре мажорный аккорд. соль мажор, с нотой ре вверху в мелодии, тоже просто, в до мажор, дополняем нотой до, чтобы получился до мажор, ля минор, с нотой до вверху в мелодии, поэтому обращение, си мажор, какой у нас красивый аккорд получается с учетом мелодии, соль, значит у нас си и ре диез, потому что си мажор и до диез мажор, обычное трезвучие, потому что нота соль диез у нас вверху в голосе, и еще раз ля минор, си мажор и ми минор. Этот прием в правой руке достаточно сложный, поэтому не нужно расстраиваться и переживать, если у вас не получается его разобрать, не получается его сыграть с первого, со второго, с третьего, может быть даже с десятого раза. С какого-нибудь раза обязательно получится, это дело навыка и практики. Я могу порекомендовать поупражняться в гармонии и в гармонических обращениях аккордов, то есть точно знать, как строится аккорд и как с определенной ноты можно построить этот аккорд и вверх, и вниз, и какие к нему есть обращения, и как можно построить опять же с этой ноты обращение аккорда, и вверх, и вниз. Этот навык очень поможет в этой практике и как я уже говорил, этот прием очень практичен, я его использую всегда, я использую его во всех своих аранжировках, я настоятельно рекомендую с ним разобраться. Еще одним практическим пособием могут быть ноты к моим фортепианам аранжировкам. Можно взять ноты любимой песни или любимой мелодии и как говорится сделать им реверсивную инженерию, так как там уже написаны все ноты и все аккорды, нужно просто сесть и понять, почему в правой руке я использую определенные ноты, чтобы сыграть определенную гармонию, и я думаю, что это будет очень неплохой практический и теоретический материал. Ну что же, давайте посмотрим и послушаем, что у нас получилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, самое страшное у нас позади. Нам осталось всего лишь несколько вещей добавить в нашу аранжировку, чтобы довести ее до ума. Я называю это украшениями. Нам нужно добавить педаль, добавить немного темпа, чтобы аранжировка звучала как вальс, и, конечно же, нам нужно будет попрактиковаться, чтобы играть ее без ошибок. Давайте разберемся с педалью. Для педали есть несколько приемов. Один из них очень популярный и называется запаздывающая педаль. Почему она запаздывающая? Потому что она вступает в силу сразу после смены гармонии. Не вместе со сменой гармонии, а сразу после. То есть, когда гармония меняется, мы педаль поднимаем и сразу нажимаем заново, чтобы, так сказать, почистить предыдущую гармонию и заняться следующей. Но нам этот тип игры педали не подходит, так как он достаточно тяжелый. Педаль держится протяжении всей гармонии, а это делает фактуру тяжелой. У нас фактура очень легкая, достаточно прозрачная, у нас вальс играется быстро, поэтому педаль мы будем применять очень аккуратно. Наш тип игры педали это легкие нажатия на первую долю. Нажали на первую, на вторую, на третью, отпустили. «Музыка» итак мы добавили педаль на первую долю, чуть-чуть добавили темп и давайте послушаем, что у нас из этого получилось. Ну что, дорогие друзья, сегодня мы с вами прошли путь от простой мелодии до полноценной аранжировки. Я надеюсь, что это видео будет полезно и информативно и что вы почерпнете из него достаточно много хорошей и нужной информации. Так как это первое видео подобного формата, я буду очень рад, если вы оставите мне свой комментарий и напишите, что вам понравилось, что не понравилось, может быть, было очень быстро, может быть, было очень сложно или наоборот, было очень легко и нужно эту информацию немножко усложнять, дайте мне знать в комментариях под этим видео. Если у вас есть идеи по поводу того, как улучшить этот формат, что нужно поменять, тоже дайте мне знать в комментариях, я все комментарии читаю и все комментарии принимаю к сведению. Я также буду очень рад, если вы поставите лайк на это видео и подпишитесь на мой канал. А сейчас я с вами прощаюсь, большое спасибо за внимание, до новых встреч!